Украина укрепляет Авдеевку на фоне попыток России захватить город. Как пишет издание Forbes, есть веские основания полагать, что на спасение Авдеевки могли отправить одну из самых лучших бригад украинской армии, третью десантно-штурмовую. В то же время, как пишет Forbes, то, что украинцы укрепят Авдеевку, не было заранее решенным вопросом. Очевидно, решив остаться и бороться, украинские войска берут на себя огромный риск. Издание отмечает, у командующего группировкой Таврия Александра Тарнавского было два варианта. Отвезти уцелевшие части 110-й бригады из открытой восточной части города и закрепить украинскую линию в центре Авдеевки или сразу за городом на западе. Или усилить 110-ю бригаду и попытаться оттеснять гораздо больше российских сил от линии снабжения гарнизона. Теперь основной задачей свежих украинских сил в Авдеевке будет уменьшить давление на главную асфальтную дорогу с востока на запад до центра Авдеевки – улицу Крушевского. Как напоминает Forbes, третья десантно-штурмовая бригада провела одно из самых последних победных сражений в украинском наступлении 2023 года и освободила город Андреевка в 25 милях к северу от Авдеевки. Эта победа дала возможность бригаде отдохнуть, переквалифицироваться и набрать новых солдат. В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал возможность вывода украинских войск из Авдеевки Донецкой области. Во время разговора с журналисткой Юлией Латыниной Подоляк призвал дождаться военного анализа текущей ситуации в городе от нового главкома Александра Сырского. Он предостерег от преждевременных выводов о том, что все потеряно. «С учетом того, что мы видим сейчас в России, милитаризация экономики, военное производство, взаимоотношения с Кореей и Ираном и так далее, это может привести к тому, что Россия будет перенасыщена ресурсом, а у нас будет оставаться дефицит ресурсов. В какой-то момент за счет количественного подавления фронт может быть продавлен в нашу сторону. Нам это точно не надо». Советник главы Офиса президента также отметил, что тактика оставления населённых пунктов один за другим будет неудачной. Он добавил, что генералы принимают решения, исходя из минимальных человеческих потерь. Тем временем, бывший народный депутат и военный ВСУ Егор Фирса в эфире телемарафона подтвердил, что ситуация в Авдеевке сложная. «Она критическая. Критическая она в том, что враг обошёл город с флангов и контролирует логистику». Военные отмечают, что теперь в Авдеевку сложно заехать, а из Авдеевки сложно выехать. Но ВСУ разрабатывает планы для того, чтобы попасть в Авдеевку, и всё же заезжают в город. Также Фирсов заявил, что тем временем командование ВСУ также готовит сюрпризы для оккупантов на Авдеевском направлении. «В ближайшее время командование планирует проводить действия, которые будут очень неприятны для врага». Также в эфире телемарафона военный эксперт Пётр Черник рассказал, в чём стратегически важно удержать Авдеевку. «Авдеевку нужно удерживать. Почему? Это стратегический пункт. Это ворота ко всей Донеччине». Ранее аналитики Осин сообщества Дипстейт сообщили, что Россия оккупировала около 18% территории Авдеевки. В частном секторе на севере населённого пункта ведутся штурмы. Эксперт Бильд по анализу открытых данных Юлиан Рёбке сообщил, что российские оккупанты перешли железнодорожную линию в центре Авдеевки. Им осталось всего 700 метров до Индустриального проспекта – единственной дороги, которая связывает город с подконтрольной в Украине территорией.